К середине осени ситуация на рынке недвижимости стабилизируется. Такое мнение выразили отдельно алматинские оценщики. По их словам, ценовой бум носит лишь сезонный характер, как и завышенная стоимость аренды квадратных метров, на которую ранее жаловались алматинские студенты. Что советуют эксперты тем, кто собирается покупать или арендовать недвижимость, расскажет Рамина Мирзалимова. Студентка Ася Магибаева снимает сокурсницами двушку в Бастандыкском районе. Аренда жилья, говорит, обходится в месяц в 130 тысяч тенге плюс коммуналка. При этом, по словам девушки, им с подругами очень повезло, потому что по такой цене двухкомнатную квартиру сейчас не найти. А если и предлагают, то только мошенники. На моем опыте подруг они тоже сталкивались, когда, допустим, вы снимаете квартиру, очень она дешево стоит, примерно 120 тысяч, вам ее сдают, вы платите 120 тысяч, живете там примерно три дня, на следующий день приходит хозяин, стучится в квартиру, говорит, я хозяин, я ее сдавал, допустим, на сутки, эту квартиру. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в мегаполисе начинается от 150 тысяч в национальной валюте, но цена не всегда соответствует качеству. Нередко владельцы апартаментов не хотят сдавать жилье студентам. Мы по объявлению звоним на крыше. Кто будет жить? Студенты. Да, студенты, студенты. Учимся. Можно? Семейные. Только семейные? Не знаю, не знаю. Хорошо, спасибо большое, до свидания. Ну, что и требовалось доказать. Спрос, как говорится, рождает предложение, поэтому ценовой бум на рынке недвижимости. Речь не только об аренде, но и покупке жилья специалисты связывают с различными предпосылками. К примеру, благодаря снятию пенсионных сбережений, люди начали массово скупать недвижимость. В то же время активно развиваются ипотечные программы. Но, по мнению директора оценочной компании Бауржана Бектаева, все это временное явление. Общая покупательская способность на рынке, тем не менее, она ненамного улучшилась. То есть у нас, мы наблюдаем там с весны, да, получается достаточно поступательное движение вверх цен предложений. И, в принципе, сейчас мы на каком-то таком уровне, который, ну, как бы, рынок, возможно, сейчас начнет стагнировать. И, возможно, может быть, и будет снижение на фоне как раз-таки окончания, да, некоторых государственных программ. Пик роста цен на квадратные метры, по словам специалиста, приходится в основном на конец лета и начало осени. В среднем стоимость квартир, по наблюдениям эксперта, выросла на 40-50 процентов. И это уже спекуляция. А тем, кто собирается арендовать жилье, эксперты советуют не заключать долгосрочных сделок, а дождаться прогнозируемого снижения. Рамина Мирзалимова, Сагандык Нарыков, телеканал Алматы.